Мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам свои биополи на период сеанса? Двери голограммы с ней, я не вижу за ней. У нее голограмма стоит, да? Ну я не пойму, что это конструкция голограммная, это не она. Я имею в виду, я вижу за ней и ее. Хорошо, я даю команду, значит, три голограмма выходит, становится рядом. Один, два, три. Это сущность какая-то. Отправляй в клетку тюрьмы вместе с голограммой. Не могу пока понять. Она в клетке, это голограмма? Саламандра похожа. Она не голограмма, то есть вот эта сущность, она из себя делала ее. А, понятно, хорошо. Представлялась ей. Похоже на хамелеон. Хамелеон, я тебя предупреждаю, если ты сейчас не проявишься, я тебя сожгу. И твою голограмму сожгу, и тебя. Хочешь этого? Ну да, это он. Хорошо, стой смирно в клетке и не делай так, чтобы мы нервничали. Ты будешь отвечать на все вопросы, с нами кооперировать. Если мы будем довольны, и ты все вытащишь, мы тебя отправим на твою чистоту первый раз. Тебе это понятно? Да, понятно. Хорошо, значит, стой тогда спокойно. И я даю команду на счет три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Елены, под ногами. 360 градусов, тонких тел Елены, находит все. Ладно, перед тем, как скэнер начал сканировать, спроси у нее разрешение еще раз, пожалуйста. Хорошо. Мы приветствуем Елену, интересуемся, дает ли она нам разрешение на диагностику и чистку. Да, она дает. Хорошо, благодарим. Синий дракон выпрыгнул сразу, инкуб. Синий дракон, считай, пожалуйста, цифры над головой. 3044. Дальше идет инсектоид. И у нее рептилоид. Вагрея. Кто еще? Больше на черта похоже. Считай цифры над головой. Четверка. Черт. Путает ноги, а он ей запутывает нитками. У меня непонятно, просто четырехгерцовый, черт. Он может только в кошку или в собаку войти со своей герцовкой. Это что, у человека такая низкая герцовка была? Черт, объясни мне ситуацию. Сейчас, секунду, он показывает. Он нитками переплетает ей ноги на уровне щиколоток. Да. Эндиночку тянет за собой в портал. А, вот как. А почему, как ты смог войти вообще в ее биополь? Пробитая вся она. Пробитая. Хорошо, Вера. Ну, считай, пожалуйста, сколько у нее энергии и какая частота вибрации на настоящий момент? 56,8. 56,8 Гц. 8 Гц – это, как я говорю, на кладбище ночью стоять. Вот тебе 8 Гц. Любой бес войдет. Черт войдет. Без разговоров. Не говоря уже о демонах и всех остальных. Хорошо. Все знают, где они присутствуют? Да. Отлично. Переходим туда сразу к реверсу энергии. И я даю команду тонкой копии Елены спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам и всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Там конструкция была еще или голограмма у Саламандра, да? Он это сам и был. Он это и был. Понятно. Кто еще там установил? У меня ощущение, что он вместе с драконом. Дракон, ты пришел вместе с Саламандром? Моя игрушка. Угу. Хорошо. Как долго вы находились в биополе? Хорошо. Ставим маячок зеленый-красный, если Саламандра органический. Зеленый, если нет красного цвета. Один, два, три. Какого цвета маячок? Красный. Отлично, хорошо. Выстраиваем канал. К Саламандру все равно канал стоит. Реверс идет? Да, идет. Хорошо. Дракон просит, не выбрасывай. Поздно, поздно. Я все уничтожу. Это моя конструкция. Хорошо. Он ее расширял. Ты слишком много вреда причинил, дракон. Ты должен, в принципе, сейчас сидеть и думать. Не отправлю я тебя случайно на межгалактическую полицию, где тебе клеймо поставят за то, что ты учинил в биополе этого человека. Есть ли за тобой какой-то грешок? Может, ты уже этим занимался раньше? Может, проверить тебя? А я прямо сейчас спрошу. Ли, Ли, прошу тебя. Посмотри, пожалуйста, на этого дракона с этим Саламандром. Есть ли там что-то за ним? Да, есть. Она говорит, что он шалнишка, любит разные артефакты устанавливать. Я просто по уровню... И раздувать их в человеке. Вот. Вот. Хорошо. Ты, безусловно, не возражаешь, если я эту неорганическую сущность скину. Ну, а что с ним делать? Мы только начали... Мы заберем для беседы. Хорошо. Мы только начали работать, поэтому я потом еще раз обращусь к тебе. Благодарю тебя. Раздуватель Дракон. Знаешь, он мне показывает, как у нас берут отпечатки пальцев. Да. С них снимают, как структуру ДНК какую-то. И копируют? Да. Вся информация копируется у них. Да уж. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. 1, 2, 3. И в порядке реверса. Елена забирает. Все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Пошла энергия божественная, чистая. Он эмоциями его пытал. Ты эмоции высасывал. Дракон через Саламандра. Это голограмм. Ага. Все эмоции высасывал Елену через эту голограмму. Я не знаю, что... Равнодушие оставлял. Дракон, ты никогда не встречал сопротивления или что? Он как-то насмеивался над ним. Хорошо. И в моих руках появляется печать дракона. 1, 2, 3. Я ее включаю на полную мощность. Давай, Дракон, посмеемся вместе. Он говорит, останови. Ты осознанно. Я тоже. Она глупа. Развивается, чтобы таких... Убираю. Хорошо. И тем не менее, я осознанный. Ты осознанный. Я не лезу к тебе. Я никому вообще... Я к тебе. Хорошо. А почему ты к ней лезешь? У тебя есть какое-то основание лезть к ней? Или ты ее воспринимаешь как материал, энергию? Материал. Она глупа. Не может своей энергией сохранять. И управлять ими. И как ты это видишь по ней? Мягкость у нее. В каком плане мягкость? Мягкость – это иногда и хорошая черта. Не быть грубым. Это обратное слово от слова «мягкий». Или можно из человека пластилин делать. Все, что она хочет, любой из него может лепить. Ты это имеешь в виду? Какая мягкость? Сдает свои позиции, чтобы принять чужие. Хорошо. То есть она не отстаивает свои позиции, да? Жизненные. Она соглашается с чем-то и перестает бороться. Ты это хотела сказать? Я ей, короче, согласиться, чем спорить и отстаивать. Понятно. Хорошо. Но это отразится… А внутри копит и копит. Это отразится на проценте негативной энергии, набранной за жизнь. Потому что человек просто от развития полностью… Вот и накопила всех, кто здесь находится. Хорошо. Все. Вопросов нет. Больше не буду на тебя воздействовать. Вернулись с энергии. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Хорошо. Так. Синий Дракон, как долго ты находился в биополе ее вместе с Саламандром? Четыре года. Четыре года. Хорошо. Выходи сейчас, вытаскивай все свои платы, отключай. И возвращайся назад, докладывая готовности к проверке. Проверка будет проводиться двумя миллионами Герц. Если кто-то что-то забудет, он может просто сгореть в этой клетке по каналам. Предупреждаю. Ну, этот Саламандр, он у него подключен был к ней. Он сейчас снимает подключки с ног. Да. Ну, и наверх полностью по всему делу. Руки, голова, тело полностью убирает. То есть, этот Саламандр был впереди. Как оно отражалось на ее физическом состоянии, присутствие Саламандра? Ее люди не видели или как это ощущалось? Что там было? Смотри, он собирал все эмоции в Саламандра, и она не могла их контролировать, эти эмоции. Он сам подключал их. Собранные, скопленные, он подключал Саламандр. То есть, она могла быть... И она иногда удивлялась своим поступком, своим реакциям. Сверхреакция на то, что нельзя, где не нужно было реагировать, и быстрое переменное настроение, верно? Ну, типа того. Сама удивлялась. И искала причины. Отвечала и реагировала. Хорошо, Елена. Как видите, как слышите, что вам говорят интерференты о причинах своего пребывания в вашем биополе? Делайте выводы. Все отключил. Хорошо. Так, синий дракон отключил. Саламандра, значит, не надо вызывать отдельно, да, Вера? Нет, он неорганический. Понял. Инзиктоит, как долго ты находился в биополе, Елены? Ну, хрюкает. Три года. Три года. Хорошо, инзиктоит. Выходи. У тебя есть там инкубатор? Да. Вытаскивай все, отключайся и отсасывай жидкость, чтобы ничего там не осталось. Приступай. Готов. Хорошо. Инкуб. Как долго ты находился в биополе, Елена? Два. Два года. Фантазии? Скрытые фантазии. Хорошо. Выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе, все свои ленточки, ошейники, если таковы и есть, отключайся полностью и возвращайся в клетку. Докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. У него много. Он ее как конфетку завернул в красные ленточки. Начиная снизу ног, наверх, руки, горло. Красным такими атласными ленточками перемотал. За два года. Так успел. Подарочек. Таня, а скажи мне, как оно отражалось на ее самочувствии или на воздействии с окружающим миром? Как люди ее воспринимали благодаря этой конфетке? Он злился. Получается, он как впереди ее вставал, руки, ноги, вот как у нее делал, но закрывал ее полностью и рычал. И люди отходили от нее? Мужчины? Понятно. Мужчины, не мужчины. Тот, кто ему не нравился. То есть, получается, они его не видели, но от него шло такое. Энергии человек чувствовал на своем физическом мире. Он не понимал просто, почему отходил. Ему неприятно было присутствовать при этом. Да, и так вот она действует. Все хорошо, снимай, Инкуб. Все снял. Хорошо. Так, рептилоид с Грейми. Как долго вы находились здесь? Проверь рептилоиды. Мне кажется, он тоже робот. Ставим маячок зеленый-красный над рептилоидом. Если он неорганически красный, неорганически зеленый. Один, два, три. Какого цвета маячок? Красный. Грейми, вы что, мне голограмму здесь поставили или что? Робота своего или как это понимаете? Да, они гордятся. Посмотри, какие у нас технологии. Не надо Греями с рептилоидами связываться. С каких пор вы не связываетесь с рептилоидами? Я еще ни разу не видел вас отдельно, без рептилоидов. Вы всю жизнь на них работаете? Не на них, с ними. Ну, с ними, из-за технологий, которые они вам показывают и дают пользоваться. Правильно? А сейчас вы уже в состоянии сделать себе такую голограмму рептилоида? Интересно. То есть, практически, ты хочешь сказать, что если бы был кто-то другой на моем месте, вы бы не вышли, а показали ему голограмму рептилоида. И он бы чистил голограмму. В этом цели. Управил бы на чистоту рептилоида. Да, юмор у вас хороший, конечно. Ладно, Грей, конечно, не буду вас накатывать. Не переглядывается и говорит, ему понравилось. Мне понравилось, да. Мне действительно понравилось. Но у них установка идет от этого рептилоида. В ней страшная голова и глаза. Да ты что? А что это такое за страшные глаза и голова, Грей? Значит, они находятся за пределами тонких тел. Да. И пультом управляют этим рептилоидом. И через его глаза и ее глаза наблюдают. А, за окружающим что вокруг выходит? Пультом управляют. Через него все делают в ней. То есть он установка сам и вот это все соединен он через глаза, голова. Ты посмотри, какой рывок в прогрессе. Да, впечатляет, конечно, Грей. Хорошо. Как долго вы находились в этом биополе? Когда вы это установили? Четыре года. Четыре года. Я просто один раз, по-моему, видел такую ситуацию. Ну, впечатляет. Хорошо. Давайте, Грей, выходите. Снимайте, отключайте, вытаскивайте. Ничего не забывайте. Возвращайтесь и докладывайте о готовности к проверке. Приступайте. А он начал говорить, как робот. Недоработка у Грея. Не подсказывай. А с головы снимает, из глаз. У нее на голове такая шапочка металлическая. Глазам идет линза. Как линза. Отсвечивающая. Вот это да. И как это воздействовало на людей, которые находились в ее биополе, рядом с ней? Как эта конструкция? Вы влияли на других людей? Нет. Она была истощена от этой конструкции. То есть вы просто банально... Забирала энергия определенную. Я хотел сказать, вы банально откачивали энергию у нее. Больше ничего, да? Но эта конструкция должна работать. Не на нашей же энергии она будет работать. Она запускала ее и работала. Хорошо. Сколько процентов из 100 вы забирали этой конструкции у нее? 60. Она была ко всем чакрам подключена, эта конструкция? Нет. Деленая и выше. Понятно. Значит, вы с отдельных чакр забирали до 60. Но не в общее количество, да? Зеленая, голубая, синяя, фиолетовая. Сердце, Вишутка, третий глаз и голова, макушка. То есть вы полностью перекрыли весь космический поток, правильно? Да, шапочка наверху была. Ее энергией руководила этого станка. У меня такое ощущение, это или ангельская, или первородная, или какая-нибудь космическая душа. Ангельская. Ангельская, которая очень беспечно своими энергиями обращается и, соответственно, мы ничего не можем сделать в таких случаях, потому что если человек не хочет, не имеет понимания, что у него есть такие энергии и не может ими осознанно пользоваться, сущности будут подходить и этой энергии питаться. Вот так вот устроено все в этом мироздании, если только осознанная личность и человек понимает, что это его энергия защищает их, осознанно заправляется и так далее. Я не думаю, чтобы Грей особо имели интерес войти в осознанного человека, Грей. Я скажу, что ты сразу распознал рептилоида, а он умеет огрызаться. Ой, ты знаешь, что было бы, если бы он начал огрызаться, вот этот лазер, что мой на правой руке, я бы просто его сжег. Сначала его защиту, а потом бы я сразу увидел, что это робот. Поверь мне, у нас сканер находит все. Мы знаем все разработки. Но... Хотелось бы продолжить, посмотреть. К сожалению, я не могу тебя пригласить на наши сеансы для того, чтобы показать, как мы это все делаем. У вас свой проект. Нам не нужно приглашение. Мне все сняли. И опять-таки они правы. Хорошо. Какие-то веселые Грей у нас. Хорошо, черт, 4 Герца. Это для меня реально какая-то вообще загадка. Как ты 4 Герца подключился к ней? Нитки намотал на ноги ночью и в портале сижу, держу за ниточки, веревки. А, то есть, понял. То есть, ты практически там не находишься постоянно, ты только ниточками привязал и все оттуда подсасываешь, да? Да. Хорошо. Еще один вопрос ко всем присутствующим. Кто из вас присутствует еще в квартире? Елена. В доме, где она живет. Я полагаю, там должны быть... В портале, черт, находится. Ну, понятно, хорошо. Квартиру нам не было задания чистить, поэтому мы будем всех отпускать после чистки на их чистоту. Все. Черт, выходи, вытаскивай все, что я оставил. Ниточки отсоединяй полностью. Ничего не забывай. Возвращайся и докладывай мне о готовности к проверке. Нам все размоталось с него с ног. Готово. Хорошо. Переходим к процессу рассинхронизации. И я даю команду Елене на рассинхронизацию. Три пошла рассинхронизация до 100%. Синхронизация идет, только Саламандр у нас здесь один. Ну, я понял, да. Это робот дракона. Да, да, да. Все с роботами пришли. За своим. Дракон. Грей с рептилоидом. Да, Грей с рептилоидом. Смотри, как у них все меняется. Только человек стоит на месте. Он говорит, что судя по вашей технологии в этой комнате, я бы так не сказала. Ты понимаешь, дело в том, что нас двое. Сколько он будет? У нас будет больше. Да, это верно. Когда-нибудь будет больше. Он на свет показывает. А, он видит его, да? Видит, конечно. Их клетка защитает от этого света. Очень, кстати, правильно. Я тоже думал, чтобы им хуже не стало, как у нас тогда было один раз. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Один, два, три. Скэнер сканирует и проводит контрольную проверку. Чисто. Хорошо, буду отпускать. Готово уходить? Черт. Готово. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте. Черта один, два, три. Черт забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Хорошо. Если грей, конечно, да, вы знаете нашу договоренность с вами. Первый раз мы отпускаем и не трогаем вашей конструкции, как и договорились. Прошу больше не приходить в это биополе. Все понятно? Отдаешь нам на доработку? Я отдаю вам то, что вы с собой принесли, и вы уходите на свою частоту. Я не буду ничего уничтожать. Мы это ценим. Хорошо, и ведите вы себя. Не надо испытывать на моих клиентах эти подключки ваши, потому что рано или поздно я нахожу и вызываю, и понимаю это как вызов мне, и могу неправильно среагировать. Хорошо, Грей, до настоящего момента мы с вами нормально находим взаимоотношения. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Греев. Один, два, три. Грей забирает свою голограмму. Они спрашивают на ваших учениках, можно испытывать наши технологии? Я не рекомендую. Я не рекомендую по одной простой причине, потому что я. Вы опять со мной встретитесь. Если мои ученики не справятся с какой-то опасностью, тогда сразу появлюсь я. А я уже это воспринимаю как нападение на меня. Это запрещено. Не услышали. И передайте, пожалуйста, о своих мирах. Не стоит этого делать, потому что мы сейчас в процессе последних двух-трех дней вытащили очень много ящеров, которые уже не ушли никуда. Они ушли в межгалактическую полицию. Это специальные ученики. Они не такие, как другие люди. Поэтому я прошу обходить их. У вас есть куча других вариантов. Но моих учеников не трогайте. Неинтересно. Хорошо. Ищите других гипнологов, слиперов. Я думаю, у вас, по-моему, ко всем там подключены, судя по сеансам. Готовы уходить? Готовы. Хорошо. Ни в коем случае к моим ученикам не приближайтесь. Я это воспринимаю как личное нападение на меня. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Грэй забирает все, что они с собой принесли. Забирает эту голограмму. Уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готовы. Такие правила. Не имею права. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Инзиктоид. Ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Он остался синий дракон и голограмма, да? Да. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. Мы закончили. Ты хотела пообщаться. Заберем. Хорошо. Робота скинуть? Да. Открывается под роботом портал, галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Синий дракон, подумай о своем будущем, о том, какой ущерб ты наносишь людям. Если твоей осознанности это не позволяет, то ты в следующий раз проглотишь у меня шар энергии от мана. И тебя разорвет прямо на месте. И такое было неоднократно. Ты должен понимать. Он архитектор. Хорошо. А я ангел смерти. Что теперь делать? Ты строишь, а я? Подумай. Поэтому в следующий раз не появляйся. Я не хочу тебя больше видеть. Встретимся. Пожалеешь. Он понял. Он ходит обходить все стороны. Забрали они. Хорошо. Включаем высоковабрационные фиолетовые лучи. Вытесняем за пределы комнаты все наночастицы от интерферентов. Если что-то осталось, все вытесняется. Закрывай, печатай, растворяй. В смысле, закрывай, печатай, вытеснилась. Хорошо. Все. Поехали по частотам. Хорошо. Мы закончили чистку. Елена, как вы себя чувствуете? По-новому чувствую. Не поняла. Прислушиваюсь, присматриваюсь. Радость у меня появилась. Отлично. Вет внутри. Хорошо. Значит, тогда будем приглашать сейчас вашего куратора, для которого у нас есть 10 вопросов. И я прошу в нашу комнату диагностики прийти к куратору Елены или учителя. Женщина. Снимаются все маски, голограммы. Фантом. Он предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Елены. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Ангел Тора. Мы приветствуем вас, уважаемый Ангел Тора. Подожди, она ей энергию передает Ангельскую. Руки протянула ей. Сразу? Да. Не до конца поняла, она говорит. Стержень ей нужно активировать. Тора, долго вы стучались к ней? Стучалась недолго. Раньше не было возможности ввести ее куда-то. Отлично. Мы очень рады. Приветствую. Приветствуем вас, уважаемая Тора. Переймите на этом месте нашу энергию благодарности за то, что вы пришли. Сейчас у нас три Ангела находятся. Мы знаем, что куратором вас называют... Четыре. Четыре. Абсолютно верно. Прошу прощения. Четыре Ангела, да. Мы знаем, что у Ангелов нет Куратора в том смысле, как мы это понимаем. У них есть друзья. Ангела называют друзьями. Тех, кто за ними присматривает. Ваша подопечная Елена оставила 10 вопросов. Будете ли вы так любезно ответить на те, на которые вы можете ответить? Я отвечу на те, на которые она готова услышать ответ. Так будет правильно. Благодарю вас. Хорошо. Начинаем с первого вопроса. Откуда пришла моя душа на Землю? С ангельского уровня. Какой уровень у меня ангельский, если можно спросить сразу? Восьмой. Восьмой ангельский. Какой уровень высшего я? Десятый. Десятый. Я благодарю вас, уважаемая Тора. Второй вопрос. Если мы здесь закончили. Мое последнее значимое... Это четвертый вопрос. Абсолютно верно. Вы правы. Хорошо. Я перехожу туда к следующему вопросу. Мое последнее значимое воплощение на Земле. Какое оно? Прекрасное. Может добавить немножко? Конечно, добавлю. Когда, где, чем занималась, какой опыт с собой взяла? Основные моменты. Абсолютно сперва мне нужно посмотреть. Конечно. Это Греция. Очень давно. До нашей эры, как вы говорите. Более двух тысяч лет назад. У нее прекрасные белые одежды. С золотой обшивкой. Она женщина. При дворе. Афина. 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 Это ее имя или это город? Это ее имя. Афина. Очень красивое имя. Какой опыт она набрала? У нее были дети, замужем была. Как у нее прошла жизнь в двух словах? Она была сестрой значимого человека. Очень образованная по тем временам. Была замужем? Ей нравилось общаться с жрецами. Замужем была. Я бы сказала, мужчины были. А любовь она испытала? Она принимала любовь. Хорошо. Какой главный опыт, чтобы закончить с этим вопросом, она получила в том воплощении, которое было очень-очень давно, более двух тысяч лет назад? Связь должна оставаться земная и небесная. Душа потухнет без этого. То есть гармония между землей и небесами, правильно? Правильно. Из этого вытекает все остальное. Можно и так сказать. И любовь, и удача, и благополучие. Будут в гармонии, если ты понимаешь, кто ты, и имеешь связь с землей и небес. Замечательно. Это важно для ангельских тоже. Конечно, да. Не только для них. Благодарю вас, уважаемая Тора. Позволите переходить к следующему вопросу? Переходи. Сколько кармических узлов я прошла, и сколько осталось? Два прошла. Погрязла в третьем. Осталось два. Отлично. Хорошо. Благодарю вас за уровень высшего я. Я уже у вас спросил. Перехожу к следующим вопросам. На какие органы обратить внимание? Обрати внимание на свой вес. Это дает удар на несущие кости спины, крестец, ноги, ступни, в дальнейшем женские органы. Благодарю вас. Вы закончили? Да. Хорошо. Следующий вопрос. Сколько процентов темной энергии у меня накопилось? 23%. 23%. Я не знаю, Тора, вы в курсе нашего сегодняшнего сеанса. Я там с драконом разговаривал и сказал он, что человек как бы не осознает, какие у него энергии в этом плане, и соглашается со всем, что в какие ситуации жизненные он попадает. Насколько мы знаем, это отражается. Если человек какие-то эмоции в себе или сдерживает, или не развивается, не отстаивает свою точку зрения, это будет, наверное, правильно так сказать, он накапливает какой-то процент негативной энергии. Не могли бы вы пояснить, что имел в виду этот дракон? Что значит не отстаивает своих, свои позиции, совсем соглашается? Вот эта фраза была. Она собирает негатив внутри себя, не давая отпор в определенных ситуациях. Ей проще согласиться, чем давать отпор, так как у нее нет сразу ответа. Ей нужно обдумать это, а потом уже поздно отвечать. Поэтому это скапливается у нее внутри. Но она забывает, что в таких случаях нужно сказать, что мне нужно подумать, а не соглашаться по определенным ситуациям. Я просто знаю, что это очень важный такой момент, именно быть хозяином своих энергий, своего мнения. И свое мнение, если ты уверен в нем, ты должен просто отстаивать. Не нужно лишних споров. Иногда есть ситуации, когда нужно согласиться, но она не уверена в своих согласиях. Я бы сказала коротко, не умеет говорить «нет». Это слово «нет» на Земле является одним из самых важных слов, на мой взгляд. У нее еще есть время научиться. Конечно. Продолжай, пожалуйста. Я благодарю, уважаемая Тора. Седьмой вопрос. Сколько раз я приходила на эту Землю? Четыре. Следующий вопрос. Восьмой. Будут ли у меня еще дети? Будущего много направлений. В одном из них есть дети. Это зависит от того, какого решения ты примешь, какие энергии ты разовьешь себе, какие энергии ты притянешь своими энергиями. Здесь твое развитие имеет роль, а не мое кураторское присутствие. Я бы так это назвала. Безусловно. Будущее многовариантно. Если она изменит что-то в себе важное, она притянет какие-то события, каких-то людей, которые ей наверняка помогут или станут ее целью, к чему она стремится. Но работа всегда начинается с себя. Я благодарю вас, уважаемая Тора. Вы позволите переходить к следующему вопросу? Позволь. Девятый вопрос. Мои слабые и сильные места? Это черты характера. Доброта и терпение я бы назвала сильными чертами. Хорошо. А слабые? Про слабые мы уже поговорили. Все верно. Хорошо. И самый последний вопрос. Как осуществить контакт с моим куратором? Ты всегда можешь осуществить контакт со мной после того, как ты научишься контролировать свои энергии. Я всегда рядом. Слышу тебя, но боюсь, ты не сможешь услышать, пока не научишься визуализировать ангельский стержень внутри себя, чувствовать его и соединяться им с потоком ангельских энергий. Со мной ты можешь связаться очень легко, задав вопрос. Первое, что ты услышишь, будет мой ответ. Но связь наладится только когда ты будешь готова. Кроме того, она знает уже ваше имя, она может и по имени вас призывать. Безусловно, контакт идет через стержень, выставляя этот стержень, намерение. Но важно в этот момент еще заметить два слова, что не стоит анализировать эту информацию, которая поступает. То есть для того, чтобы уже войти в это состояние, это уже подразумевает не только визуализацию, но и необходимость нахождения в состоянии альфа, в легком трансе. Следующие шаги для начала нужно представить свой стержень, свои энергии, научиться заполняться ими, вскидывать негатив накопленный. Это элементарные техники безопасности, которые знает каждая осознанная душа и малоосознанная душа. Это то, чему душа научена с самого рождения. Сохранять свои энергии, расширять их, развивать их. Это и есть осознанность, переходя нам в высшую и высшую ступень. Все, что ты сказал, идет после того, как будет прочувствован стержень и визуализированы энергии. Благодарю вас, уважаемая Тора. С вопросами мы закончили. Энергии вы, стержень вы уже активировали. Может быть, у вас есть желание что-то от себя еще добавить? Был бы самый лучший момент. Я дам маленькую наводку. Если ты посмотришь вокруг себя, ты увидишь, что у тебя есть много причин для радости. И я попрошу тебя отдать Елене молитву к Архангелу Ханиилу. Безусловно, мы скажем администратор Ольге. Ольга перешлет Архангелу Ханиилу молитву. Она ему действительно поможет эти нюансы, мелочи радости в жизни замечать. Благодарю. Совершенно верно. С белыми ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И кладем туда еще большую баночку меда самовкусного. И спрашиваем разрешение уважаемого куратора Торы, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за нашу сегодняшнюю встречу и за ее помощь, ее подопечной. Это прекрасный подарок пчелы, имеют определенную роль на земле и входят в систему обмена энергиями между разными структурами жизни. Я благодарю вас за этот волшебный подарок. Благодарим вас и за эти эмоции, и за эти вибрации, которые вы принесли с собой в нашу комнату диагностики. Я не прощаюсь, я желаю вам всего наилучшего. Возможно, мы еще встретимся. Наилучшее пожелание ангельскому миру. Всего вам доброго. Благодарю. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Елена, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы довольны? Вы все поняли? Слезы. Слезы идут. У меня слезы радости. Я так благодарна вам за эту встречу. Столько встала на свои места. Я буду работать над собой. Никаких сомнений у меня в этом нет. Когда вы знаете правду, вы уже просто не сможете жить по-старому. Хорошо. Будем возвращать вас назад в Биоробот. Наш администратор Ольга перешлет вам молитву Архангелу Ханиилу. Она действительно полна энергии. И она вам очень поможет. Прям как инструкция к счастью. Хорошо. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Елены в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Есть, Татьяна. Субтитры создавал DimaTorzok